дорогие друзья и зрители нашего канала я рад вас приветствовать в это прекрасное утро я хочу с вами обсудить перед завтраком несколько душещипательных вопросов которые волнуют наших зрителей ну и в принципе не оставляют без внимания и собственно говоря меня в том числе многие люди кто сама не знаком хочу представиться меня зовут дмитрий санч я являюсь консультантом по подбору недвижимости в городе сочи проживаю здесь на постоянном месте жительстве и соответственно ко мне еще обращаются по ряду вопросов коими занимается наша компания это непосредственно ремонты в городе сочи при чистовые чистовые ремонты квартир и домов а также вопросы строительства мы строим капитальные монолитные дома для вас на сваях построена уже по вашим и нашим проектом достаточное количество домов которые вы можете лицезреть собственно говоря самостоятельно приезжая сюда либо на youtube пространстве и также у нас есть направление доверительного управления это когда у вас уже есть недвижимость в городе сочи она у вас с ремонтом это квартира апартаменты и вы спокойненько по договору передаете нам это все управление мы занимаемся рекламой мы занимаемся продвижением мы занимаемся уборкой мы занимаемся мелким ремонтом вы занимаетесь тем что по договору на расчетный счет получаете денежные средства сегодня речь пойдет о ремонтах многие из вас личные сообщения когда не тысячи конечно сообщений но периодически люди спрашивают дим скажи пожалуйста куда пропали ремонт почему ты их редко освещаешь и так далее значит я хочу значит всех вас уверить в том что данное направление работает отлажено работает абсолютно систематически и мы постоянно находимся со своими клиентами которые у нас заказывают ремонт в городе сочи мы делаем сейчас на свой день также продолжаем делать ремонт и квартиры домов и нежилых помещений и все это есть в ежедневной работе значит для того чтобы убедиться в этом вы можете перед тем как подписать с нами договор и заключить соответственно соглашение устная как после чего соответственно письменная после того как мы выслушаем ваше техническое задание после того как мы составим смету после того как вас устроиться цифры которые там будут написаны вы можете перед всем этим или процессе этого всего приехать на любой из наших объектов будь то дом или квартиры и посмотреть вживую своими глазами качество ремонта которое мы делаем то есть не нужно доверять на словах не нужно просто смотреть на youtube пространстве какие-то ролики можно приехать еще раз говорю вживую посмотреть при чистовой и чистовой ремонт при этом этот ремонт вы посмотрите абсолютно разную подготовку то есть если мы говорим про дизайнерский ремонт про какой-то супер сверх лакшери ремонт который мы тоже делаем в городе сочи вы увидите одну подготовку при чистовой ремонт если мы говорим с вами про простой эконом комфорт ремонт это немножко другая подготовка в том числе и стен вы тоже посмотрите это все вживую естественно это разная ценовая категория вот и еще раз говорю не нужно думать что если на youtube пространстве не выходят ролики про ремонт часто не нужно никого не только что нужно думать нужно никого слушать и после этого додумают что дмитрий санечна перестала заниматься ремонтом тогда друзья ежедневная работа изначально концепция была вы знаете когда начинал заниматься исключительно продажей покупкой для наших клиентов недвижимости это была единая концепция после соответственно были подключены сюда ремонт и было подключено сюда строительство домов было подключено доверительное управление и сейчас это такой механизм который уже собственно говоря не может существовать без чего-либо вот поэтому я хочу чтобы вы понимали а цель всего того что я делаю не многие говорят дим почему ты не откроешь свой агентство недвижимости у меня нет такой цели если вы такая цель у меня была в жизни на сегодняшний день поставлен опускать передо мной у меня в голове сформировано я бы это сделал уже давно-давно значит я не хочу какую-то глобальную компанию и так далее то есть речь идет просто о неком еще раз говорю комьюнити это некое общество людей людей в минимальном их количестве тех людей которым я могу соответственно доверять на которых могу положиться вот и именно тех отрасли те сферы деятельности которые я вам перечислил то есть это покупка для вас как потенциальных клиентов недвижимости в городе сочи за лучшие деньги для вас да со всеми возможными скидками рассрочками и лояльными условиями это продажа вашей недвижимости если вы являетесь соответственно владельцем то или иной недвижимости в городе сочи то есть продажи недвижимости нашим потенциальным покупателям нашим подписчикам по лучшим условиям для вас соблюдением всех необходимых требований ваших со стороны так сказать продавца что вам тоже было приятно и выгодно таскать по ценообразованию вот это еще раз говорю доверительное управление то недвижимости который вы нам доверяете по договору, который вы уже владеете, соответственно. Это строительство домов и, конечно же, это ремонты. Нет ни единого дня, чтобы наша команда, наши прорабы не занимались строительством и ремонтом. Почему вы так редко стали видеть меня на экранах, и я так мало для вас снимаю на сегодняшний день? Этот вопрос мне тоже задают. Почему, Дима, не выходит ежедневно ролики с твоей физиономией, и ты нам не показываешь те или иные объекты? Смотрите, здесь тоже нет никакого секрета. Все, что я делаю, для чего я это делаю и все, в принципе, еще раз повторюсь, что я делаю ежедневно, требует моего внимания. И многие люди, клиенты, которые заказывают у нас ремонт и строительство, еще раз, хотят купить с нами недвижимость, они хотят работать исключительно со мной. И поэтому большую часть времени в течение дня мне приходится проводить с ним. Мой рабочий день начинается в 8 утра, рабочий день заканчивается, этот рабочий день по-разному, бывает и в час ночи, бывает и в два. На удивление, в городе Сочи, в котором все засыпают в 8, и улицы становятся зачастую мертвыми, я всегда нахожу, чем заняться. Я и в Москве жил, работал по 18 часов сутки спокойно, 16-18 часов ежедневно, как бы с осознанного возраста, только, собственно говоря, закончил учебу. То же самое происходит и здесь. Ну, мужчина, в принципе, так и должен двигаться и заниматься, если он хочет, чтобы семья была всем обеспечена. Поэтому приходится на первое место ставить общение с людьми и личные встречи, и работа с потенциальным покупателем. То есть, если мне набирают, соответственно, говорят, Дим, у нас бюджет 20 миллионов рублей, подбери нам в этом бюджете дом, мы хотим заниматься с тобой, мы однозначно покупатели, мы миллион процентов будем у тебя, соответственно, покупать дом. Все, мы готовы, вот мы с деньгами приехали. Конечно, я во главу угла ставлю, так сказать, этих покупателей, я с ними занимаюсь. То же самое касается квартир, то же самое касается строительства и ремонта. Если мне набирают и говорят, мы созрели на ремонт, Дмитрий Александрович, мы хотели бы, чтобы вы подъехали на объект. Я беру своего партнера, старшего прораба, и мы, соответственно, с Александром приезжаем на объект, и, соответственно, выслушаем все техническое задание, получаем, дальше планировочное решение составляем, размечаем, так сказать, мокрые точки, везде, где будет электрика, ну, где-то что-то прорисовываем, мы выставляем перегородки визуально, изначально все это делаем, и потом уже, соответственно, приступаем к подготовке договора и, собственно, непосредственно к самому монтажу или демонтажу старого ремонта, в общем, к ремонтным работам отделочным. Вот, поэтому, к сожалению, я думаю, что со временем возможно случится так, что все реже и реже я буду появляться на экран. Это не потому, что я не хочу, а потому, что просто, прошу прощения у вас, работа с живыми потенциальными клиентами – это первоочередное. Почему? Потому что все мы ходим на работу для того, чтобы зарабатывать деньги. Кто-то умудряется получать еще от этого удовольствие, я не хочу сказать, что я делаю это без удовольствия, но первоочередное, для чего я, собственно говоря, хожу на работу, занимаюсь всем этим, это для того, чтобы моя семья была обеспечена, для того, чтобы мои дети были обеспечены, супруга моя была довольна, для того, чтобы достроить свой дом в городе Сочи и потом потихонечку начать откладывать, либо взять ипотеку, покупать жилье пацанам, нашим сыновьям и помогать им по жизни, все, что должен делать, собственно говоря, достойный муж, отец и так далее. То есть я не могу сказать, что я исключительно про деньги, но деньги – это материальная составляющая и инструмент, который нам необходим не только для того, чтобы нам было что поесть, что, собственно говоря, где жить, что одевать и так далее, и тому подобное, но это еще нам помогает путешествовать, получать какие-то развлечения, покупать, я имею в виду для себя, будут спортивные развлечения или еще какие-то. Вы сами знаете прекрасно, это все про деньги. И поэтому это первоочередное, я говорю об этом всегда искренне, поэтому я занимаюсь потенциальными клиентами, которые готовы в первую очередь платить деньги. Но мы никого не оставляем без внимания, и поэтому всегда, кто пишет мне на WhatsApp, кто пишет мне в другие социальные сети, вы прекрасно знаете, наша численность подрастает с вами, у нас уже, соответственно, перевалило количество подписчиков за 50 тысяч человек, это все абсолютно живые люди, сколько бы наши завистники там, не злопыхатели, не переживали. Вы, я думаю, понимаете, ну, должны понимать, по крайней мере, большинство из вас, что я как рациональный человек не могу позволить себе накрутить подписчиков, каким-то образом купить каких-то левых подписчиков и так далее, мне это абсолютно не нужно, потому что это не дает обратной связи и конверсии. Ты можешь себе сделать хоть миллион подписчиков, там, да, ну, каким-то образом, каким-то механизмами это все покупается, накручивается, но от этого ты не получишь обратной связи, ты не получишь заказов на ремонт, ты не получишь покупателей, то есть это все как бы, ну, картинка просто, да, и кто такая не совсем красивая, потому что обратной связи там не видно, да. У нас есть подписчики из ближайшего, из дальнего зарубежья, и очень много людей, которые занимаются и ремонтом, и строительством, и поэтому за счет этого я не могу сказать, почему у нас количество подписчиков с вами растет, достаточно неплохо, кто-то говорит, потому что вы медийный человек, я не буду это отрицать, кто-то говорит о том, что вы искренне и так далее, ну, я считаю, что многие ребята, которые снимают из семьи, абсолютно адекватные, там, искренние ребята, ну, наверное, вот, опять же, смотрите, количество подписчиков на самом деле прямо пропорционально не влияет на количество продаж, это 100% и на количество клиентов, потому что многие люди, допустим, подписываются, и это вовсе не значит, что они являются вашими потенциальными клиентами, им просто интересно наблюдать, кто-то там хейтеров, может быть, больше половины и так далее, поэтому я к этому вопросу спокойно отношусь, нам хватает, мы прогрессируем, это самое главное, вот, и, ну, будем действовать в этом же направлении. Да, мы за, собственно говоря, три года с лишним обогнали количество подписчиков, многих известных блогеров города Сочи, да, но такой задачи не стояло, и она вообще не стоит, это вовсе, еще раз говорю, подчеркиваю, не значит, что количество подписчиков дает вам какую-то материальную составляющую и значит, что мы больше, как бы, этих людей, там, зарабатываем, у нас больше клиентов, это абсолютно не так, быть медийным человеком и, еще раз говорю, получать от этого деньги, то есть, YouTube сейчас ни за что не платит, поэтому лишь только наши приятные клиенты. Я знаю блогера, у которого нету двух тысяч подписчиков, и у него происходит по три, по четыре сделки в месяц, чем мы не можем, как бы, зачастую похвастаться, вот, поэтому абсолютно разная история, абсолютно разная история, количество подписчиков и целевые клиенты, то есть, да, но тем не менее, тем не менее, факт остается фактом, все люди, которые на нас подписаны, это абсолютно живые люди, я, как бы, даю за это гарантию миллион процентов, поэтому, опять же, если там кто-то распускает какие-то слухи и так далее, вы, ну, хотите, верьте, хотите, не верьте, ну, я вот вам сказал, как это есть на самом деле. Вернемся к теме ремонта, пожалуйста, смотрите, я не хотел бы, чтобы нашу компанию ассоциировали исключительно с компанией, которая занимается ремонтами. Объясню вам ситуацию, вот, допустим, наши ближайшие конкуренты, которые делают тоже по ценам, скажем, бюджетным, да, то есть, это цены, которые никто в городе Сочи из компании не дает, да, вы знаете прекрасно, значит, многие мне пишут из наших клиентов, вот, Дмитрий Александрович, вы дали цену, допустим, 17 тысяч за квадратный метр или 18, хотя говорите, что от 15, вот, Елисей нам дает цену 16 тысяч за квадратный метр. Смотрите, я с глубоким уважением отношусь ко всем, в принципе, ребятам, особенно с которыми, про которых я ничего плохого особенно сказать не могу, да, вот, поэтому я всегда, когда ко мне люди обращаются и говорят, Дмитрий Александрович, у нас квартирка, есть такие у нас площади 15-20 квадратных метров, мы бы хотели, чтобы вы нам сделали по 15 тысяч за квадратный метр вместе с вашим материалом. Я говорю сразу, друзья, я не могу сделать вам 15 квадратных метров, потому что львиную долю сжирает санузел, там, при чистовой отделке, там, при чистовой отделке, я объясняю, что это невозможно, цена будет пересчитана, и она будет там побольше, там, допустим, там, 18 тысяч за квадратный метр, там, цена чистого ремонта не может быть 10 тысяч, она, опять же, там будет, допустим, там, 12-13, вот. Я говорю, ну, если вы хотите, вы можете пойти спокойно вот к нашим коллегам, правильно сказать, наверное, даже не конкурентам, потому что мы не являемся конкурентами, вот. Я говорю, вы можете пойти к Елисею, спокойно в компанию Мастер Хаус, я всегда рекламирую ребят, хотя у нас нет никаких абсолютно отношений, вот, ни товарищей, ну, мы, как бы, виделись в жизни один раз, ну, мы никогда по работе не встречаемся, не пересекаемся, так сказать, водку не пьем вместе, ну, потому что у всех свои дела, у всех свои семьи, вот. Но я всегда готов людей прорекламировать, мне, и даже сейчас здесь, да, назвать, как бы, и компанию, и, соответственно, имена тех людей, которые занимаются ремонтом, да. Кто не расслышал, еще раз повторяю, компания Мастер Хаус, вот, одним из руководителей у Ялисея, они тоже занимаются ремонтом, пожалуйста, по крайне адекватным ценам, плюс-минус по таким же ценам, как и мы, абсолютно, да. То есть, насколько я знаю, я, честно, не наблюдаю за блогом сейчас, ничьим абсолютно, просто из-за нехватки времени, вот. Я бы с радостью смотрел, что снимают наши коллеги, блогеры, там, ЮДВшники, Коломейцевы и так далее, и тому подобное, все остальные, но, друзья, честно, вот, даю вам рекламу, первый раз, наверное, эти фамилии звучат, но я никогда не смотрю, честно вам, клянусь, ну, нет у меня вот такой возможности, времени, по счастью, час или два, или, там, я не знаю, сколько, в день смотреть. Я даже не представляю, когда другие блогеры, другие коллеги мои успевают это делать, да не представляю просто, вместо сна, если только, я и так по пять часов, по шесть, там, ну, когда еще это делать? Вот, поэтому, что хотелось сказать, каждый клиент, каждый потенциальный наш подписчик, он выберет своего человека, он выберет, с кем из риэлторов покупать, с кем из риэлторов продавать, с кем из компаний делать ремонты, с кем строить дом, то есть, человек выбирает это интуитивно, он выбирает это по взгляду, по мимике, по жестам, по тембру голоса, по симпатии и визуальному образу, и как бы ты не распинался, как бы ты не доносил информацию, что бы ты ни делал, человек всегда выберет самостоятельно, кто-то пойдет в пятерочку, кто-то пойдет, соответственно, в азбуку вкуса, кто-то в обувь в гурме, кто-то в магнит, кто-то в перекресток, каждому свое абсолютно, абсолютно. Кто-то, будучи богатым человеком, пойдет кушать в столовую, а кто-то пойдет, соответственно, в баран-рапан или в мамай-калеп, знаете, в городе Сочи, а даст за ужин тысяч пятьдесят. Поэтому, еще раз говорю, каждому абсолютно в этой жизни свое, это надо понимать. Поэтому, если рассказывать о каких-то своих преимуществах или о недостатках своих коллег, ни в коем случае, мне периодически, да, были, поступали звонки, люди говорили, вот мы обратились, нам обещали одну цену, а получилась другая цена, Дмитрий Александрович, они хотели бы вы снять про это видеоролик, и зайти к нам на чистовой ремонт, некое такое, знаете, в кавычках разоблачение, какие-то там моменты и так далее, или вот нам продали, значит, объект недвижимости, оказалось, обещали, что это будет статус квартиры, а оказалось, что это доля в доме в оконцовке, мы получили документы, вот известные блогеры, таких предложений поступает очень много. Смотрите, не обращайтесь ко мне по таким вопросам, я этим не занимаюсь, никакие сплетни в городе Сочи я не разношу, никакими разоблачениями своих коллег, потенциальных там, еще раз говорю, блогеров и так далее, я не занимаюсь, мне это неинтересно. Если вы выбрали себе специалиста, этот специалист вас подвел, пожалуйста, разбирайтесь с ними в рамках, так сказать, правого поля, в рамках душевных каких-то, духовных историй, пожалуйста, есть для этого полиция, можете обратиться к заявлениям, прокуратура, судебные инстанции, исковые заявления, гражданское производство, арбитражное, в зависимости, что у вас произошло, да, вот, я немножко разбираюсь в юридической практике, но как бы немножко отошел от дел, вот, заниматься, лить грязь на своих коллег, это надо, ну, опять же, разбираться в каждой истории индивидуально, вполне возможно, вам обещали сделать ремонт, там, ну, не знаю, за 14 тысяча, сделали за 22 тысячи за квадрат, но это ваша проблема, вы же платили за это деньги, возможно, вам обещали купить квартиру, там, не знаю, за 10 миллионов, в конце концовки она вышла 15, потому что вам там какую-то схему, вы там внизу договор, что-то не прочитали, но это, опять же, ваша трудность, вы выбрали этого специалиста, я могу вам по-человечески посочувствовать, где-то что-то подсказать, но снимать никаких разоблачений и лить грязь на людей, до конца не являясь свидетелем данной ситуации, истории, я не буду, у меня на это даже нету никакого ни времени, ни желания, я хочу, чтобы вы услышали. То есть пытайтесь изначально выбирать специалиста, так сказать, еще раз говорю, сердцем, душой, и потом не будете жаловаться, уповайте только на себя. Друзья, смотрите, я не хочу, чтобы наша компания превращалась в компанию исключительно только ту, которая занимается ремонтами. Если, смотрите, я сделаю упор сейчас и буду снимать для вас, во-первых, я увидел по контенту, что когда мы снимаем ремонты, вам не особо интересно, то есть количество просмотров не такое большое, как в том случае, если я снимаю для вас дома, квартиры, что-то о жизни даже. Все равно мы делаем это ради того, чтобы были какие-то просмотры, обратная связь, лайки, комментарии. Я могу, конечно же, превратить этот канал и свою деятельность только лишь о ремонте, и только сделать про деньги, это будут хорошие деньги. Я могу распиарить ремонты настолько, что я буду брать не по 5 квартир в месяц, максимум, что у нас было, чтобы вы понимали, мы никогда не владели такими цифрами, как наши конкуренты, а я слышал, что примерно планка была по 30-50 квартир в месяц, мы никогда такими цифрами не владели. Я никогда к этому не стремился, говорю вам абсолютно искренне, всей души. То есть 5 квартир в месяц, максимум, что у нас было, мы брали 10 квартир в месяц на ремонт. 10 квартир в месяц. И честно, я вам скажу, нам это хватает абсолютно с головой. То есть нет такого, что мы стремимся к каким-то баснословным цифрам. И я хочу сделать компанию «Дорога на море», компанию, которая будет заниматься только ремонтами. Абсолютно нет. Я бы хотел вообще в перспективе делать исключительно хорошие дизайнерские элитные ремонты. Потому что комфорт ремонта приносит столько же головняка и столько же головной боли, сколько и дизайнерские ремонты. А денег кратно меньше, просто кратно меньше. Можно сделать ремонт, получить, понимаете, в оконцовке со всеми моментами и нюансами, сделать круг ремонт, за 3 месяца получить 100 тысяч, понимаете, ну 150 тысяч. И сидеть, понимаете, и думать, так, ага, заплатить налоги, там, зарплаты. То есть, да, хорошо, когда этих квартир, допустим, 10, например, в месяц. А если 5, например, а если 3? Вот и считайте всю математику. Она предельно проста. И наши коллеги не дадут соврать, если вы думаете, что можно сделать ремонт в обычной квартире, там, за, грубо говоря, наши деньги, за которые мы делаем, и получить там какие-то баснословные дивиденды, вы глубоко заблуждаетесь. Ремонты приносят, на самом деле, крайне небольшие деньги за наши, опять же, деньги. Вот смотрите, наша компания на сегодняшний день продолжает делать ремонты, и мы позиционируем себя от 15 тысяч за метр квадратный. Это стоимость предчистового ремонта с нашим материалом, куда входит, еще раз подчеркну вам, черновая электрика, черновая сантехника, это все по ГОСТу, соответственно, стяжка пола, теплые полы, штукатурка, шпатлевка, установка всех подрозетничков, и, конечно же, установка инсталляции. Мы вам вводим полностью white box, разведение перегородок, демонтаж старых перегородок, и это цена от 15 тысяч за квадратный. Я сразу говорю вам, это лучшая цена в городе Сочи, но это на площади от 50 квадратных метров. Если площадь поменьше, там каких-нибудь, я не знаю, 27 квадратных метров, 30 квадратных метров, зачастую цена бывает 16-17 тысяч, но выше 18 мы никогда не делали. Опять же, цена зависит от того, какая будет последующая, то есть подготовка причасовая, какая будет последующая часовая отделка, это важно. То ли у вас на стенах обои, это одна подготовка, да, стен, одна цена. На полу у вас ламинат, это одна подготовка. Если у вас, ну, я прошу прощения, не подготовка, а окончательная цена часового ремонта. Если у вас на полу, соответственно, керамогранит везде, это другая стоимость. Вы должны тоже понимать это, даже люди, которые не разбираются в ремонтах, что стоимость квадратного метра укладки ламината, кварцвинила и керамогранита, это абсолютно разная история. Стоимость работы просто поклеить обои и сделать, грубо говоря, штукатурку и шпатлевку на два слова, под обои, это одна история. Сделать, соответственно, стеклохолз, массу слоев шпатлевки, финишные и так далее, и, дорогие друзья, потом покрасить стену, это абсолютно другая история квадратного метра. Работник получает разную стоимость. Отсюда и разная стоимость для вас, соответственно, выходит по смете. Вы должны это все знать. И там, венецианская штукатурка и так далее, и тому подобное. То есть потолки, опять же, бывают разные, там, ну, грубо говоря, натяжные потолки абсолютно разного качества, гипсокартоновые потолки, там, парящие потолки и так далее. Это все разная история и разная стоимость. Вот, я могу, еще раз говорю, я могу догнать нашу компанию, я уверен, что в течение там полугода заняться плотно этим вопросом и сконцентрироваться исключительно на ремонтах и догнать нашу компанию до того, что мы будем брать по 30 ремонтов в месяц. Ну, я, вы хочу, чтобы вы меня услышали. Я не хочу, чтобы компания «Дорога на море» превращалась в ту организацию, которая будет заниматься исключительно ремонтом, приоритетом. Это одно из направлений, которых мы развиваем. У нас нет никакой необходимости сейчас, когда вы с нами хотите делать ремонт, ждать. То есть в течение, после того, как мы подписали договор, в течение трех дней мы заходим на ваш объект и в течение трех месяцев мы делаем ремонт под ключ при чистовой и чистовой на любой абсолютно площади, будь то 30 квадратных метров или 300 квадратных метров. Проблемы абсолютно нет. Если какой-то ремонт сверхсложности с какими-то супертехническими решениями, дизайнерами, с какими-то планировочными моментами, тогда, да, время ремонта под ключ может быть увеличен до 4-5 месяцев, но собственники, как правило, такого жилья непрекрасно понимают, почему это происходит и как бы не препятствуют этому. Все-таки компания «Дорога на море» – это компания, в первую очередь, про купли-продажи недвижимости по лучшим ценам в городе для вас. Именно изначально была так позиционирована наша позиция, и я до сих пор продолжаю эту историю. То есть есть квартиры, стоимость этой квартиры 10 миллионов рублей, там есть комиссионы. Они, в принципе, стандартные для всего, во всем мировом, так сказать, ну, во всей отрасли недвижимости, плюс-минус, они идентичны. Если речь идет о небольшой стоимости, как правило, комиссионы составляют 5%. Это не секрет уже давным-давно для всех. То есть квартира стоит 10 миллионов. Если она продается от застройщика, там есть комиссионы 10%. Это 500 тысяч рублей, которые получает, соответственно, агентство недвижимости. Ну, понятно, минус налоги, минус, соответственно, делится агентство вместе, соответственно, непосредственно со своим работником, там пропорциональных отношений 50 на 50 или 60 на 40. Работнику, как правило, достается меньше, агентству больше, потому что у агентства есть, соответственно, сотрудники и так далее. Это отдельная история. Так вот, я всегда позиционировал, что если вы пришли к нам, если вы покупаете у нас, то мы можем прикрутить свои аппетиты и сделать вам хорошие скидки. То есть вместо комиссии 500 тысяч рублей, мы можем спокойно взять комиссию 200 тысяч рублей. На сегодняшний день я увеличил количество. Раньше, если мы работали, допустим, мы даже готовы отработать любой объект за 100 тысяч рублей, то на сегодняшний день мы установили правило, что мы готовы работать за 200 тысяч рублей. Абсолютно любой объект. Вы покупаете дом, вы покупаете земельный участок, вы покупаете апартаменты, любые абсолютно. Вы покупаете там хоть за 100 миллионов рублей. Мы готовы взять комиссию 200 тысяч рублей. зафиксировать ее в договоре, все остальные деньги, на все остальные деньги сделать вам скидку. Это абсолютно без проблем, открыто, прозрачно, и это обсуждать вплоть застройщиками с вами, то есть в открытой дискуссии за столом, то есть абсолютно без проблем. Мы готовы на это ради того, чтобы, соответственно, еще продолжать работать на свое имя, и чтобы вы из уха в уста, из уста в ухо передавали, соответственно, людям, что вот есть такая, так сказать, компания «Дорога на море», которая готова работать по этой схеме. То же самое касается и ремонта, друзья, но я хочу, чтобы в приоритете вы понимали, что компания занимается тем, что продает для вас недвижимость по лучшему слою в городе Сочи. Вы выбираете любой абсолютно объект недвижимости, говорите цену, которую вам назвали в другом агентстве, либо частные агенты, и, соответственно, спрашиваете у меня, что мы можем вам предложить, какие скидки и так далее. И мы, соответственно, максимально все, что мы можем сделать для вас, мы вам предоставим. 99% случаев у нас получается. Если вы смотрите, периодически я выставляю отзывы, когда люди говорят о том, что там с 10 миллионов или там с какой-то суммы, не все хотят это записывать, но тем не менее периодически люди говорят, на эту пространство тоже стараюсь это выставлять, какие скидки мы, собственно говоря, делаем. Поэтому ваша задача просто при покупке недвижимости, поузнавать цены, там проехаться и так далее. После чего вы можете, не обязаны, но можете обратиться к нам и спросить у нас, соответственно, какую мы вам предоставим возможность по цене войти в тот или иной объект. Вот. Также не хочется опускать направление доверительного управления, когда мы берем у вас квартиру уже с ремонтом, и, соответственно, заселяем туда людей посуточно помещенно, следим за всем этим. Вот. И, конечно же, строительство. То есть, если бы я, у меня спросили бы, Дмитрий Александрович, вот так вот откровенно возговорили, какие направления для вас более важны, я скажу, что, конечно же, покупка недвижимости моим потенциальным покупателем занимает первое место. То есть, я мечтаю и хочу максимально порядочно развить это направление. Вот. Ремонт и строительство идет у меня абсолютно на одной плоскости. И четвертым направлением является доверительное управление. Это для меня, у меня лично в голове, по моей концепции, да, но это вовсе не значит, что какому-то из этих направлений я выделяю больше времени, а какому-то абсолютно меньше. Вот. Именно по этой причине, что мне приходится заниматься всеми этими направлениями одномоментно и одновременно, и развивать их, это моя концепция. Понимаете, когда я пришел, не помню, да, в 39 лет приехал в город Сочи, да, сейчас мне будет 43, вот, и я... начал работать в сфере недвижимости, я для себя сразу понял, что это не будет основой, то есть, именно только продажи недвижимости моим потенциальным покупателям, я сразу спустя энное количество времени понял, что есть желание, это, как понимаете, как вызов самому себе, развить энное количество направлений, создать некую концепцию, соответственно. Я еще раз говорю, я не говорю про какое-то супермасштабирование, про какую-то крутейшую компанию и так далее. Нет, абсолютно нет, то есть, наоборот, ограниченное количество людей, которые, соответственно, вместе со мной плечом к плечу двигаются и развивают наше сообщество, да, нашу компанию, наши комьюнити, такое, вы знаете, если можно сказать, ну, как я говорю, да, нашу, так сказать, семью, понимаете, для того, чтобы... И в этом сообществе всем хорошо, то есть, все, кто работает со мной плечом к плечу, порядочно себя проявляет, этим людям хорошо, потому что они зарабатывают денежные средства, это и наши коллеги, которые со мной продают, да, вы знаете прекрасно, там, сейчас всех бы не упустите, там, Антон, там, Сергей Сергеевич, Наташа, Ольга, Ваня, Артур, Александр, Денис, сейчас прошу прощения, как бы, да, наверняка кого-то упустил, вот, то есть, люди, которые постоянно... Элеонора, ну, вот, сейчас буду вспоминать периодически, Екатерина Андреевна, в конце концов, вот, а также люди, которые занимаются, соответственно, ремонтом и строительством, строительством, наши сотрудники, наши рабочие, наши прорабы, это концепция, понимаете, это вызов, который я себе, так сказать, поставил, то есть, я не поставил себе вызов зарабатывать, хочу столько-то в месяц, или хочу обогнать компанию, там, Мастер Хаус и Елисея по количеству подписчиков, по количеству ремонтов и зарабатывать больше, чем он зарабатывает, или хочу обогнать, там, Коломейцева, или еще кого-то, еще там, тысячу блогеров, понимаете, тысячу блогеров, сотни компаний, которые занимаются ремонтом, абсолютно нету такой цели, ходить, снимать какие-то разоблачения, говорить, вот этот плохой, этот обманул, этот сделал то-то, да, помочь людям, если люди в какой-то, вошли в жилой комплекс и купили, как я занимался в свое время Юниксом компанией, и купили, и помочь людям, чтобы они вернули хотя бы комиссионный, да, но бегать и говорить, этот плохой, этот плохой, этот плохой, ни на одном видео я никогда не сказал, что вот этот или вот этот человек плохой, вы знаете, многие блогеры уехали, кто-то живет в Турции, кто-то там в Арабских Эмиратах, кто-то живет там в Мексике, кто-то еще там уехал в Таиланд и так далее, на это не хватит всей жизни, доказывать всем, что кто-то плохой и тем самым пытаться вылазить, значит, не знаю, на пьедестал, лучше, пускай люди говорят о вас, если вы являетесь блогером или сотрудником, какой вы хороший, о ваших качествах, покажите, я себя это говорю, да, покажи, чем ты можешь, соответственно, свои преимущества, чем ты можешь удивить, чем ты можешь быть людям полезен, это гораздо важнее, чем ты можешь говорить, что вот эти люди плохие, понимаете, если ты в них увидел плохие качества, в этих людях, если ты увидел, что они там жадные, алчные, если ты увидел, что они обманщики, мошенники и так далее, значит, ты тоже такой человек, потому что ты не можешь увидеть в других людях те качества, которыми, ну, ты сам не обладаешь, да, То есть, если мы видим в людях что-то хорошее, что очень добрый, порядочный, мудрый, щедрый, значит, мы сами обладаем этими качествами. То же самое происходит и с плохими качествами. Когда встречаются две подруги и начинают перемывать, так сказать, кости, какой-то третьей знакомой и говорить, вот она там такая-сякая и так далее, значит, они сами являются такими, потому что... Ну, откуда они знают эти качества? Они могут знать их только потому, что они ими владеют. Поэтому, друзья, я абсолютно хочу еще раз, чтобы вы услышали меня. Ремонты продолжаются. Строительство продолжается. Покупка недвижимости для вас и продажа недвижимости от собственника, который владеет в городе Сочи недвижимостью, продолжается. Доверительное управление продолжается, тем более скоро сезон. Все идет своим чередом. Все абсолютно нормально, все продолжается. Медленно, но верно мы развиваемся. Количество подписчиков растет, количество, так сказать, потенциальных покупателей, клиентов, которые закажут у нас ремонт, строительство тоже увеличивается. Все так, как должно быть на сегодняшний день. Я абсолютно желаю всем нашим коллегам, конкурентам роста, тем ребятам, которые занимаются ремонтами роста, прогрессировать, добиваться успехов и вставать на пьедестал на первые места. Желаю компаниям, которые занимаются строительством в городе Сочи, тоже развиваться. Ребятам, которые продают, тоже хороших продаж. Искренне от души желаю всем хороших продаж. Единственное, что я всегда говорил, да, благодаря моему опыту, работаю в следственном подразделении, в оперативном подразделении, благодаря моему опыту, работаю адвокатом более 12 лет, у меня, конечно, есть жизненный опыт. В конце концов, мне 42 года, я что-то видел, что-то прожил. И плюс моя где-то настороженность, предусмотрительность позволяет мне и позволила мне за три года, я прошу прощения за русский такое, может быть, мне очень приятно, позволила мне не облажаться перед своими зрителями, перед своими покупателями. Я ни разу не продал недострой какой-то, чтобы дом не был достроен, ни разу не продал дом, который бы потом впоследствии снесли, земельный участок, который бы арестовали, дом, который бы съехал в пропасть или развалился и так далее. То есть у меня нет за три года ни одного, не знаю, искового заявления, ни одного заявления в полицию на меня там не подано, никаких разборок там, никаких глобальных претензий. Да, конечно, в процессе ремонта, в процессе строительства, в рабочем процессе, при купле или продаже недвижимости всегда возникают рабочие процессы. Зачастую они бывают нервные, с повышенными тонами, где-то с нервами, с какими-то моментами, нюансами, но это всегда хорошо заканчивалось в моем случае. И я, конечно, благодарен не только себе и своему опыту, я благодарен Вселенной и Господу Богу за то, что он меня оберег от таких вот продаж. Потому что в городе Сочи, я подчеркиваю, это просто мне, можно сказать, повезло. То есть в этом везении есть, конечно, и присутствие чего-то сверхъестественного. Потому что работать в течение 10 лет в городе Сочи и ни разу не продать какой-то там, я не знаю, недострой или чтобы что-то случилось, это очень сложно. То есть мне в течение трех лет повезло. Вполне возможно, в будущем я столкнусь с этими вопросами, я буду про них искренне рассказывать на своем канале. Я к чему хочу сказать, что если, конечно же, блогер или риэлтор намеренно продает объекты по 2-3 миллиона рублей, понимая подсознание, что они могут недостроиться, что это шляпные, абсолютно неправовые, ненормативные договора инвестирования, договора займа и так далее. Если он это понимает, то это, конечно, чистой воды, статья 159 Уголовного кодекса, и за это должна быть ответственность в виде, соответственно, ну, последующих, так сказать, сроков пребывания в местах лишения свободы. То есть человек, если что-то совершил, он должен за это отвечать, это абсолютно нормально. Но многие риэлторы, я вам хочу сказать, они вообще не понимают, что такое правовое поле, юриспруденция, что такое нормативные документы, что такое ФЗ-214, 215, они никогда этого не читали, не понимали, не открывали. Они просто говорят, продавай вот это. Они приходят и продают. Продавай вот апартаменты в Крыму, или продавай, соответственно, строится по договору займа или по договору инвестирования продается, это будет статус квартиры за 3 миллиона рублей. Говорить, что это будет квартира, и у тебя будет продажа. Если человек это продает, 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 он даже не задумывается, что продает в будущем проблему. Потом получается, что это Юникс, и, соответственно, никто ничего не получает, и образовалось очередной раз 600 потерпевших. Та же самая история была и со стройдомом, плюс-минус, ну, другая история, но тем не менее. Таких историй много в городе Сочи, но вы не застрахованы, находясь в городе Сочи, продавая даже порой и ФЗ-шный объект. Хотя это самый более-менее безопасный объект на сегодняшний день. То есть я к тому, что риелтор, как человек, он не волшебник, он не застрахован. Он может сократить, понимаете, количество вот этих опасных, так сказать, острых углов, и что у меня получилось сделать. Но у многих как бы не получается. Но почему получилось? Ко мне не раз обращались, Дмитрий Александрович, а продайте нам Династия Хиллса, продайте нам Благодать Хиллс по 3 миллиона, по 2 800. Я знаю, что известные блогеры там пачки продавали. А продайте нам Юникс, а продайте нам Кросслофт на Абавиана, понимаете? И много людей обращались. Я говорил, я готов продать и готов вам дать хорошую цену, но напишите мне расписку, что вы не будете иметь ко мне претензии в том случае, если этот комплекс потом снесут, либо у него будут какие-то правовые проблемы. А почему вы так говорите? Я говорю, потому что я в этих комплексах не уверен до конца. Сам не уверен просто. Я к такому эконом-жилью отношусь очень крайне щепетильно. После чего, соответственно, мне говорили, ну раз вы не уверены, мы не будем с вами работать. Понимаете? Я терял комиссионные, терял по 200 тысяч на всех этих продажах. Я не продавал никогда такие объекты. Иначе бы я был гораздо более, так сказать, состоятельным. И уже давным-давно, может быть, доделал бы ремонт в своем доме, понимаете? И все построил бы и обустроил бы свою придомовую территорию. Я не жил бы там вот в таких условиях, в которых вам приходится уже жить три года. Вот, поэтому все здесь очень просто. Если ты, закрывая глаза, налево-направо распродаешь все, что угодно, и не думаешь о последствиях, я не могу себе позволить не думать о последствиях. У меня дети, у меня жена, у меня собака. И большая ответственность, понимаете? Родители и так далее, и тому подобное. Много кому нужно как бы помогать. Я не могу себе позволить поехать, посидеть там несколько лет в тюрьме, почитать книги, поработать на производстве. Не могу в этом возрасте, я уже не могу это позволить сделать. Поэтому приходится относиться к этим вопросам щепетильно. А молодежь распродает налево-направо, понимаете? Поэтому, дорогие друзья, только и лишь поэтому, прикрутя свои аппетиты, приходится меньше зарабатывать, продавать жилье исключительно с документами, по купле-продаже хорошим статусом квартира, понимаете? Вот весь секрет. Поэтому, еще раз говорю, медийность и 50 плюс подписчиков у тебя на канале вовсе не значит, что ты богатый и успешный. Ты можешь быть медийный, но это не значит, что ты много зарабатываешь. Потому что ты думаешь, ты не хочешь не то что рисковать, ты не хочешь себя подставлять. И это нормально для взрослого, рационального, состоятельного, состоявшегося человека, а тем более мужчины. Вот такая вот история. Поэтому я не увидел в свое время на канале, чтобы все там аплодировали, что вы снимаете ремонты, снимайте, пожалуйста, ремонты и еще. Я жду от вас обратную связь. Какие бы вы хотели видеть ролики на канале больше, когда у меня будет время для вас, что бы вы хотели, чтобы я поснимал? Это ролики все-таки про ремонт, или ролики про строительство, или ролики про какие-то дома с ремонтом или без, земельные участки, квартиры. Напишите, или это просто ролики про мой дом, про наш дом с Екатериной Андреевной, где мы делаем ремонт. Или это ролики про море, про достопримечательности, про прогулки по центру города Сочин, по Новогинской улице. Что вам больше нравится? Чему уделить время? Потому что, что бы я не снимал, покупатели ко мне обращаются за консультацией, приходят. Что бы я не снимал, люди по ремонтам ко мне обращаются. Люди по строительству домов ко мне обращаются. Люди с доверительным управлением приходят и просят взять их жилье в доверительном управлении. Поэтому вы скажите, что бы вам хотелось больше всего видеть на канале. Бюджетное жилье, элитное жилье. Что? И я, соответственно, учту ваши пожелания. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот. Пора завтракать. Извиняюсь за то, что задержал вас. Спасибо всем вам, кто досмотрел до конца, выслушал это, так сказать, ну, мое, так сказать, повествование. Я поснимаю. Я все равно ежедневно, ну, бываю на объектах, не на всех, конечно, это физически невозможно. Но я хочу вам сказать, что все наши клиенты, которые заказывают у нас стройку или ремонт, получают от наших прорабов, от моих партнеров, ежедневно получают видеоролики о проделанных работах, о всех этапах, все видеоотчеты. У нас все в видеоформате происходит. То есть, Александр всем нашим клиентам несколько раз в неделю отправляет видеоотчеты о проделанных работах. Ну, абсолютно все. Нет ни одного клиента, которому мы бы не отвечали там час, два, или там неделю, понимаете, день. Такого не бывает. Абсолютно все люди у нас находятся с нами на связи. Абсолютно все люди получают обратную связь. И вы не стесняйтесь, если вы являетесь потенциальным нашим клиентом, набирайте всегда по номеру телефона, который вы видите в левом нижнем углу. Углу экрана. Кто не видит, я продиктую 8 985 011 011 11. И скажите, Дмитрий Александрович, нам нужно от вас вот это, вот это. Сможете помочь? Можете помочь подобрать участок, купить дом, можете помочь с ремонтом, помочь построить и так далее. Все обсуждаемо, все решаемо. Если вы вдруг не дозвонились, напишите на WhatsApp. Ну, такого не бывает. Ну, вдруг там где-то что-то, да, там, вы не дозвонились. Напишите на WhatsApp. Я всем даю обратную связь. Абсолютно. У меня есть два номера. Это рабочий номер. Есть еще личный номер. У многих есть мой личный номер. Вот. Поэтому без проблем набирайте. Я с огромным удовольствием, что могу для вас, то есть сделать. Чем смогу, тем помогу. Напишите, если вы хотите, чтобы я освещал побольше ремонтов в коротких видеороликах, в длинных видеороликах, я буду для вас это делать. Просто, как мне показалось, зрителю, ну, не очень востребовано. Потому что очень многие из вас мечтают приобрести недвижимость в городе Сочи. Купить дом, купить квартиру. И вот особенно я смотрю дома. Люди любят просматривать, когда я снимаю дома. Квартиры чуть поменьше, земель, участки еще поменьше. Но дома люди любят. Видимо, многие, я делал выводы, что мечтают о своем доме в городе Сочи. Ну, у меня такой вывод из всего этого, что я вижу. Что многие желают иметь свой дом в городе Сочи. Вот. А именно, вот, покупают, я знаю, больше квартиры. Потому что, вот, допустим, Антон у нас специализируется больше на квартирах. И, соответственно, ну, вот, сделки гораздо регулярнее. Но и квартиры надо понимать, да. Купить дом. В доме масса нюансов, масса особенностей. А квартиру купить и продать ее гораздо проще. Вот. Хотя мне нравится лично больше заниматься домами. Будет у мнение, что я занимаюсь домами исключительно в Каштанах и в Хосте. На самом деле, я хочу вам признаться, по секрету уже говорил, это не так рано. В Адлере, в Черешне, в Молдовке, в Нижней Шиловке, в Бестужевске, в Адлере, в принципе, да. Да, то есть до Красной Поляны включительно, да. Я продал гораздо больше домов, чем в городе Сочи. Хотя вот почему-то будет у мнение, что, Дмитрий Александрович, а вы занимаетесь только там хвостой или этой стороной. Конечно, нет. Я занимаюсь абсолютно всем в Сочи, да. Включая полностью весь Лазарьевский район. Вот. И до границ Абхазии. Поэтому, друзья, по всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь. У нас продолжаются ремонты каждый день. Приезжайте наглядно, смотрите, изучайте, принимайте решение, готовы с нами работать или нет. Наши двери, еще раз говорю, всегда открыты. Стоимость ремонта от 15 тысяч за метр квадратный, полностью с чистовым материалом, и от 10 тысяч рублей стоимость чистового ремонта с вас материалом. Но это на площади от 50 квадратных метров. Если площади маленькие, 27, 28, 30 квадратных метров, то стоимость при чистовом ремонте, как правило, после выслушивания вашего технического задания, составляет 16-17 тысяч за квадратный метр. Стоимость чистового ремонта составляет 11-13 тысяч за квадратный метр, опять же, в зависимости от отделки. Но мы всегда находим общий язык с нашими заказчиками. Всегда абсолютно, и вы всегда остаетесь довольны. У меня нет ни одного. Даже в те моменты, где мы сработали, три раза у нас была промашка, и мы один раз сработали вообще в минус, и два раза заработали буквально какие-то копейки, просто смешные, по нескольким десяткам тысяч рублей с ремонта. Но при этом мы остались в отличных отношениях с нашими заказчиками. И до сих пор мы продолжаем поздравить друг друга с праздниками и общаться абсолютно. Искренне вам говорю, что мы вас ждем. Мы вас ждем, и если вы наш клиент, нам суждено будет поработать вместе. Сделать для вас лимон, продать вам дом, взять у вас квартиру в дарительное управление, либо купить вам недвижимость, либо продать вам недвижимость. Если вы не наш клиент, если мы не подходим друг другу по каким-то моментам, нам и не суждено поработать вместе. Я, наша компания «Дорога на море», Екатерина Андреевна, моя супруга, мы с открытым сердцем, с открытой душой рады принять любого абсолютно человека, у себя в компании, у себя дома. Мы можем встретиться где угодно, в кафе за чашкой чая, либо за завтраком у нас дома. Без проблем абсолютно переговорить по всем вопросам. Главное, чтобы у вас были в голове, искренние и честные намерения по взаимному сотрудничеству. Все. Потому что люди бывают разные, с разными намерениями приезжают, не всегда, к сожалению, искренние. Меня это как бы глобально расстраивает. Я вас всех обнимаю. Ссылочки на все социальные сети есть в описании под каждым роликом. Инстаграм, ВК, Телеграм-канал, Рутубу, Ютубу, Яндекс.Зен и так далее. Кто любит за этими всеми нашими моментами наблюдать по соцсетям, подписывайтесь, пожалуйста. Там периодически бывает больше новостей, чем на Ютуб-пространстве, потому что невозможно. Все, что вы видите на Ютуб-пространстве, это лишь маленькая доля из того, что у нас находится в продаже. Поэтому, если вы в бюджете 10 миллионов, 5 миллионов, 105 миллионов рублей, хотите дом, квартиру, напишите. Я вам буду присылать исключительно объекты под ваш запрос. И вы этого никогда не увидите на Ютуб-пространстве. Мы не успеваем их размещать, они уже продаются. Потому что риелторов много в городе Сочи, объектов тоже много, но тем не менее все в городе Сочи продается, не стоит на месте. Это заблуждение дилетантов, которые думают, что ничего в городе Сочи не продается. Ежедневно зайдите к любому Наталью, вы обалдеете, какие очереди сделки происходят. Безостановочно в банках у Наталью идут постоянно сделки, 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 дорогие друзья. Все. Если вы в городе Сочи что-то продаете, это что-то, объект недвижимости ваш в рынке либо ниже рынка, набирайте мне по номеру телефона, я, пожалуйста, приеду к вам, мы оценим. Если вы готовы заключать договор и работать со мной на взаимно выгодных условиях, я с удовольствием возьму ваш объект на продажу. По всем скидкам я уже сказал, пожалуйста, сравнивайте, обращайтесь. Ваша задача просто сравнить, дорогие друзья. Не верить на слово, а просто сравнить и поверить. И вы поймете, соответственно, когда вы получите от меня скидку в полмиллиона рублей, миллион рублей за тот объект, который предоставила другая какая-то компания, вы скажете, аллилуйя, аминь, да будет так. Меньше работайте, больше отдыхайте, не берите пример Дмитрия Александровича, я вас всех обнимаю. На первом месте семья, больше любите, дорогие друзья. Потому что в конце жизни мы жалеем только о двух вещах. Больше всего, что мы мало путешествовали и мало любили. Я вас обнял. Жаль с вами расставаться. Я хотел записать ролик на 20 минут максимум. Получилось 50 минут. Это, конечно, перебор. Немногие дождутся до конца, но тем не менее, хотелось с вами об этом побеседовать. Все. Я вас жду в прекрасном городе Сочи. 53, 54, 55, 56, 57. Обнял. Пока, семья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok